От Иоанна На библейском портале «Экзегет» мы рассматриваем трудные места священного писания. И среди вот таких труднопонимаемых мест, о которых нас спрашивают, есть цитаты из Евангелия от Иоанна из пятой главы. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Как следует понимать эти слова, верующего Христа не будут судимы, о каком суде здесь идет речь?» Ну, братья и сестры, все-таки ответ дает сам Господь Иисус Христос, который говорил, что Сын Божий пришел не для того, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. И, собственно говоря, Господь Иисус Христос – это и есть сама жизнь, жизнь вечная, потому что Он – Бог воплотившийся. И тот, кто приобщается Христу искренним и чистым сердцем, тот во Христе и обретает вечную жизнь, и зачем тогда Его судить? Вот в данных словах речь идет о суде как осуждении. То есть тот, кто вместе со Христом, он уже не судим и не осуждается. Он перешел от смерти в жизнь, потому что Христос и есть воплотившаяся жизнь, и во Христе мы обретаем жизнь вечную. Вот посмотрите, допустим, преподобный Серафим Саровский, который настолько был вместе со Христом, что его молитву Господь исполнял, и люди исцелялись, и он открывал что-то по проразорливости своей, подсказывал. Но самое главное – это вот его образ жизни, всецелый по Евангелию, и как он умирает. Перед смертью он поет пасхальные песнопения, то есть он наполнен такой духовной радостью. И сохранились такие сведения, что старец Филарет Глинский видел, созерцал, как во время кончины преподобного Серафима, как его душа светоносная, она в сопровождении ангелов подымалась к самым небесам. То есть преподобный Серафим Саровский, он не был судим, он минует какие-то там мытарства, вот эти многоступенчатые истязания воздушных сферов со стороны падших духов относительно тех или иных грехов человеческих. И вот такие, которые верны, как преподобный Серафим Саровский, они, конечно же, не приходят на суд, потому что они уже перешли от смерти в жизнь. И, собственно говоря, вся вот суть христианства, она сводится к тому, чтобы в нашей еще земной жизни мы расстались со своими грехами, ибо грехи – это и есть подлинная смерть. Тот, кто пребывает в злобе, в ненависти, в негодовании, тот, кто постоянно блудит, обманывает, погряз во лжи – это все и есть смерть. То, что мертвит тебя изнутри, а через покаяние, когда мы обретаем Христа, то мы переходим от смерти в жизнь. Вот как и сказано об этом в данных словах, что «слушающий слово мое, говорит Господь, и верующий, пославшего меня, не просто теоретически верующий, а тот, кто верен». Подлинная вера – это не просто отвлеченное представление, что Бог вот там где-то есть, а вера – есть верность Богу, есть ощущение живого присутствия Божия в твоей жизни. Вот такая вера, она выражается в преображении твоей души, а преображение души, оно и проявляется в том, что мы от смерти грехов, от смерти зла переходим к жизни добродетели, к тому, что оживляет наше сердце и подает нам вечную, бессмертную, нескончаемую жизнь в Божьем Царстве. Продолжение следует...